Сегодня приготовим 5 легких салатов без майонеза, которые можно приготовить как на праздничный стол, так и на каждый день. Первым приготовим салат с гранатом и курицей. И для его приготовления нам понадобится 2 вареных окорочка, 1 гранат, 1 столовая ложка лимонного сока, пучок петрушки, 2 луковицы, соль, молотый черный перец и подсолнечное масло для жарки. Сначала подготовим мясо для салата. С окорочков снимаем шкуру и отделяем мясо от костей. Подготовленное мясо нарезаем кусочками или рвем руками. 2 луковицы нарезаем полукольцами. Лук обжариваем на растительном масле до красивого золотистого цвета. Обжаренному луку даем остыть. Вкусный и спелый гранат разбираем на зерна. Нарезаем небольшой пучок петрушки. В миску кладем порезанное куриное мясо, высыпаем гранат, добавляем петрушку и сюда же кладем остывший обжаренный лук вместе с маслом. Салат заправляем 1 столовой ложкой лимонного сока. Перчим и солим по вкусу. Все перемешиваем. Такой салат станет еще вкуснее, если перед подачей дать ему настояться несколько часов. Вторым приготовим салат с грибами и крабовыми палочками. Для него нам понадобится 200 г шампиньонов, 200 г крабовых палочек, 1 морковь, 1 луковица, 1 баночка консервированной кукурузы и подсолнечное масло для жарки. Сначала для салата подготовим грибы. Шампиньоны нарезаем пластинками. Порезанные грибы кладем на раскаленную сковороду с небольшим количеством подсолнечного масла. Жарим на большом огне до испарения всей жидкости. Пока жарятся грибы, режем лук четверть кольцами. Морковь трем на крупной терке. Из грибов вся жидкость испарилась, добавляем к ним порезанный лук. Если нужно, добавляем еще немного подсолнечного масла и жарим лук примерно 2 минуты до прозрачности. Затем сюда же добавляем подготовленную морковь. Жарим еще несколько минут, пока морковь не станет мягкой. В конце жарки все солим, перчим по вкусу и снимаем с огня. Грибам с овощами даем остыть. Крабовые палочки нарезаем полукольцами. В миску кладем остывшие жареные грибы с овощами. К ним добавляем порезанные крабовые палочки. И высыпаем банку кукурузы. Салат перемешиваем. Готовый салат подаем на блюде, украшенном листьями салата. Третьим приготовим греческий салат. И для него нам понадобится Болгарский перец, помидоры, огурцы, лук. Приблизительно для такого количества овощей нам понадобится 150 грамм сыра фета. Также нам нужны будут оливки. А для заправки нам нужно лимонный сок, чеснок, соль, орегано, оливковое масло и черный молотый перец. Приготовление салата начинаем с нарезки овощей. Все овощи для салата нарезаются крупными кусками. У огурцов отрезаем хвостики и нарезаем полукружочками. Помидоры разрезаем пополам и вырезаем сердцевину. Каждую половинку помидоров разрезаем примерно на 5 частей. Болгарский перец также очищаем от семенной коробки и нарезаем крупными кусками. Для того, чтобы салат был более ярким, я взяла перец двух цветов. Порезанные овощи складываем в миску и перемешиваем. Я перекладываю салат в тарелку, в которой он будет подаваться на стол. Теперь берем половинку красного лука и нарезаем его полукольцами. Порезанный лук выкладываем сверху на овощи. Теперь пришло время приготовить заправку. В отдельную посуду выдавливаем чеснок через пресс. Насыпаем соль по вкусу. Выдавливаем приблизительно столовую ложку лимонного сока. Сюда же наливаем примерно 4 столовых ложки оливкового масла. И добавляем молотый черный перец. Заправку хорошо перемешиваем и сразу же равномерно поливаем салат. Стараемся полить так, чтобы заправка попала на все овощи, так как салат перемешивать уже не будем. Сыр нарезаем кубиками приблизительно 1-1,5 сантиметра. На салат выкладываем порезанные кубики сыра. Сверху салат посыпаем сушеным или свежим орегано. По-другому его еще называют душица. Также можно заменить на майоран. Теперь салат осталось украсить оливками. Вот такая яркая, красивая и очень витаминная получилась тарелочка греческого салата. Четвертым приготовим салат с краснокочанной капустой и гранатом. А для приготовления такого салата нам понадобится пекинская капуста, краснокочанная капуста, укроп свежий, гранат, подсолнечное масло, уксус, у меня яблочный, можно заменить винным уксусом, чеснок и соль. Для начала краснокочанную капусту шинкуем ножом. Порезанную капусту высыпаем в миску, немного солим и перетираем руками. Это нужно для того, чтобы капуста стала мягче. Пекинскую капусту точно так же шинкуем ножом. После этого порезанную капусту высыпаем в краснокочанной капусте. Так же для салата мы нарезаем свежий помытый укроп. Порезанный укроп высыпаем в миску капусте. И последним ингредиентом для этого салата нужны зерна граната. Для того, чтобы их достать, мы делаем несколько надрезов на самом гранате. И разламываем его на части. И теперь каждую дольку разбираем на зерна. Высыпаем зерна граната в салат, оставляя немного зерен для украшения. В салат выдавливаем чеснок. Немного солим. Не забываем, что мы уже солили краснокочанную капусту. Заправляем салат яблочным уксусом и подсолнечным маслом. Все хорошо перемешиваем. Салат перекладываем в миску, в которой будем подавать на стол. Сверху салат украшаем зернами граната. И подаем на праздничный стол. И пятый приготовим салат с апельсином и пекинской капустой. Для его приготовления нам понадобится морковь, апельсин, лимон, яблоки, пекинская капуста, подсолнечное масло для заправки салата и соль. Для начала шинкуем мелко капусту. Порезанную капусту высыпаем в миску. Апельсин очищаем от кожуры. После этого снимаем с доли к пленочку. Мякоть апельсина нарезаем кубиками. Порезанные апельсины высыпаем в капусте. Для этого салата нужны яблоки. Каждое яблоко нужно разрезать на 4 части, удалить сердцевину и очистить от кожуры. Яблоки нарезаем соломкой. И выкладываем в отдельную мисочку. Для того, чтобы яблоки не потемнели, их нужно обязательно сбрызнуть лимоном. Для этого я сначала лимон прокатываю по столу, для того, чтобы он стал мягче, из него было легче выдавить сок. Разрезаю лимон на 2 части. И из половины одного лимона я выдавливаю весь сок на яблоки. Хорошо их перемешиваю, для того, чтобы полностью яблоки покрылись лимонным соком. И последний ингредиент для этого салата это морковь. Ее нужно натереть на крупной терке. Надертую морковку и порезанные яблоки добавляем в наш салат. Салат нужно немножко вымешать и посолить. Солить совсем чуть-чуть. Некоторым нравится этот салат без соли. Вы уже смотрите по своему вкусу. Дальше салат заправляем подсолнечным маслом и хорошо вымешиваем. Салат готов, можно подавать на стол. Если вам понравились такие легкие салаты без майонеза на новогодний стол, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Готовим Дома и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех новых видео. Новое видео выйдет уже завтра. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!